привет меня зовут анна мы с вами продолжаем изучать окружающий мир и тема сегодняшнего урока погода по планам и сегодня с вами поговорим о том из чего складывается погода поговорим о науке метеорологии и также пообсудим как составляются прогнозы погоды смена времен года всегда обозначается переменной погоды мы знаем что зимой на улице холодно чаще всего холодно до весной становится чуть-чуть теплее а летом совсем жарко осенью снова начинает холодать и вот когда мы с вами утром просыпаемся и начинаем собираться в школу или на работу мы обязательно смотрим с вами в окно или смотрим погоду по телевизору для того чтобы узнать как же нам сегодня одеваться потеплее или наоборот посвободнее полегче мы сегодня с вами как раз и говорим о том что такое погода из чего же она складывается и как же понять какая сегодня погода а погода складывается из всего из четырех пунктов первый пункт это конечно температура температура измеряется специальным прибором который называется термометр благодаря термометру мы с мы с вами можем понять тепло на улице или холодно температура записывается особым особым образом если у нас температура если у нас тепло да у нас температура выше нуля то мы показываем таким образом плюсом плюс 10 градусов цельсия например можем записать если ниже нуля до нас холодно то нам не можем записать минус 17 градусов цельсия ну или если у нас температура нулевая до не тепло и не холодно то мы показываем таким образом ноль градусов Цельсия. То есть погода складывается в первую очередь из температуры. Следующее, вы конечно угадаете по картинке, это облачность. Облачность это довольно-таки важный показатель погоды. Облачность бывает самая разная, но если облаков на небе вообще нету, то мы говорим, что на улице ясно, погода ясная. Если облаков очень много и они движутся очень быстро таким образом, что иногда солнце показывается, а иногда нет, полностью закрывается облаками, то мы говорим, что облачность переменная. Ну и если у нас все небо в облаках, солнце вообще не видно, то мы можем сказать, что сегодня пасмурно. Еще один показатель погоды, это конечно осадки. Осадки бывают самые разные, это и снег, и дождь, и град. Но по показателю осадков мы с вами должны, утром делаем вывод, нужен нам зонт или дождевик или не нужен. И также мы должны сказать о том, что погода включает в себя еще и ветер. Про ветер обычно говорят, какой он, сильный или слабый. Итак, что же такое погода? Погода это сочетание температуры, ветра, осадков и облачности. Наука, которая изучает погоду, называется метеорология. Ученые-метеорологи составляют различные прогнозы погоды. И эти прогнозы мы с вами с утра можем увидеть по телевизору, ну или, например, в любое время в интернете. Тоже в интернете узнать прогноз погоды. Как же составляют прогнозы погоды? Ну для этого используют самые различные средства. Сейчас часто используют спутниковые станции для того, чтобы прогнозировать погоду. Также используют различные корабли, морские суда, специальные метеорологические станции, метеостанции сокращенно. На этих станциях используют различные приборы, например, осадкомер. Это такой прибор, который измеряет количество осадков. Ветромер, это тот прибор, который показывает силу ветра. Ну и флюгер, который указывает направление ветра. Давайте с вами подведем итог нашему уроку. Мы сегодня говорили с вами про погоду, сказали, из чего она складывается. Также обсудили науку метеорологию, обсудили, чем она занимается. Ну и, конечно же, поговорили про прогнозы погоды. У меня на этом все. Спасибо вам за внимание и до встречи на следующем уроке. Пока!